Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Ренат Бакиров. Сегодня в выпуске. Не вернувшие свои деньги кредиторы Татфонбанка все-таки войдут в комитеты по его ликвидации. Сколько получают вожатые в татарстанских детских лагерях? Чего стоит ждать казанским гостиницам перед Кубком конфедераций? Правительство Татарстана и агентство по страхованию вкладов создадут совместную рабочую группу для ликвидации Татфонбанка и Интехбанка. Такое решение приняли на встречу в Москве президент Республики Рустам Мениханов и гендиректор АСВ Юрий Исаев. Они решили, что новая структура сможет обеспечить прозрачность и открытость процедуры банкротства банков. В основном группа будет заниматься кредиторами и проблемой их включения в реестр страховых выплат. Кроме того, Мениханов с Исаевым договорились, что комитеты кредиторов будут созданы из числа пострадавших клиентов банков, физлиц и предпринимателей, чтобы конкурсные процедуры прошли под контролем общественности. За право получить хотя бы по одному месту в этих комитетах борется союз пострадавших вкладчиков Татфонбанка и Интехбанка. Чтобы провести туда своих представителей, активисты намеревались собрать пулы требований кредиторов банков. Они должны составить не менее 10% от суммы задолженности кредитных учреждений. На 18 миллиардов Татфонбанки и на 2,5 миллиарда в Интехбанке. Однако задача оказалась неподъемной. По последней информации, сейчас пулы составляют только 5 миллиардов и 800 миллионов рублей соответственно. Но теперь пострадавшие вкладчики могут попасть в комитеты и без этих сборов. Татарстанских вожатых не кормят в лагерях бесплатно. Это связано с тем, что на сотрудников не заложен норматив питания. Средняя зарплата вожатого в республике составляет от 8 до 10 тысяч рублей за 18 дней работы. В республике на 15 отдыхающих в лагерях приходится примерно по одному вожатому. Но для них актуальна проблема оплаты питания во время работы. К сожалению, у нас есть проблема еще одна. Она довольно-таки сложная. Дело в том, что у нас сотрудников не кормят в лагерях. Вот это такая проблема у нас. На них норматив не заложен, к сожалению. И поэтому мы вынуждены с ними заключать договор на организацию питания. Соответственно, из этой суммы они после проведения смены еще платят порядка 2 тысяч рублей за питание. Новые проверки гостиниц в Казани не запланированы. Так, по крайней мере, заявили в региональной прокуратуре. Здесь напомнили, что перед Кубком Конфедерации уже прошли две волны проверок. В прошлом году и в апреле этого. Дополнительные проверки добавили в ведомстве возможные, но только по требованию Генпрокуратуры, если она сочтет это необходимо. Что же касается проверок перед Чемпионатом мира по футболу в следующем году, то представитель прокуратуры заметил, что они возможны, но пока потребностей в них нет. Между тем, сами отельеры напоминают и об обязательных проверках персонала, которые организовывают в преддверии крупных международных турниров. Мы сейчас все отели, которые, мы как субъект Российской Федерации, который принимает в себя Чемпионат мира по футболу, мы относимся к разряду отелей, которые подлежат обязательной классификации. Это, в общем-то, вообще весь Татарстан, на самом-то деле, не только Казань. Вот. И одно из требований обязательной классификации, это именно то, что мы должны предоставлять данные о том, на сколько хотя бы процентов отношений наш персонал прошел обучение. То есть там есть особые требования персоналу, именно касающиеся классификации. Это были новости экономики. До встречи!